На этой неделе во всем мире отмечали День Хлеба. Это один из самых популярных продуктов, поэтому неудивительно, что у него есть свой праздник. У каждого народа есть свой способ приготовления каравая. Необычный хлеб пекут в Белоярском. Называется он Крайний Север. Его отличительная особенность – кислинка вяленой клюквы, которую, к слову, здесь же и собирают. Смягчают кислоту сахар, в остальном рецепт разработан на основе заварного бородинского хлеба. Местные пекари лишь поменяли соотношение пшеничной и ржаной муки. В День Хлебопекарни изготавливают 20 булок этого ароматного хлеба. Покупатели любят Крайний Север, так что он не залеживается на полках. После того, как в растойке оно расстоялось, мы вытаскиваем и делаем деревянными палочками дырочки, для того, чтобы хлеб отличался от другого хлеба. И ставим в печку и выпекаем. Как только новиночки появились, нам сразу сказали, что начали появляться новиночки, приходите попробовать. Зашли, попробовали с клюквой, очень вкусные, очень необычные, посоветовали всем коллегам. Все начали ходить брать, вообще рекомендую, очень классные. А вот традиционный югорский хлеб или лепешки на прилавках магазина не купишь. Рецепты хозяйки передают из поколения в поколение. Например, тесто для рыбного хлеба заводят на бульоне и добавляют в него муку и икру. Но это сейчас. Раньше муки не было, использовали рыбные кости. Их сушили и перемалывали. Получался сытный и, самое главное, полезный продукт. Есть и другие необычные рецепты. Например, лепешки с кровью оленей. Попробовать такие можно в музее под открытым небом Торума. Хлеб здесь и сейчас пекут в специальной печке «Нянь-кур». В ее основе каркас из деревьев, обмазанный глиной с травой. Ее нужно хорошенько протопить. Только потом в печь ставят форму с тестом. 40 минут и хлеб готов. Я с детства помню, что бабушка у меня всегда пекла хлеб. Хлеб, лепешки, пироги. И мы всегда утром просыпались, у нас всегда был свежий хлеб. Вот, и сейчас у нас в Торума проходят дегустации, проходят праздники. Мы тоже всегда изготавливаем свой хлеб традиционный. Ну и лепешки делали уже на крови. Провенные лепешки, да, это делаются из крови оленя, лося. Только вот свежего, да, замешивается так же, как и почти русские лепешки. Это мука. Мы сейчас добавляем яйцо. Раньше, я думаю, этого не добавляли, но мы добавляем. Ну и кровь, соды, мука, всё. Чем полезны такие лепешки? Кровяные? Ну, я думаю, что гемоклабин повышает.